В эпоху, когда искажается историческая правда и в потоке информации людям сложно отделить истину от вымысла, важно иметь гражданскую позицию и апеллировать документами и фактами. Особо уязвимым оказывается подрастающее поколение. О патриотическом воспитании, его роли в жизни общества и результатах работы в этом направлении говорили на конференции, организованной региональным отделением Российского военно-исторического общества. Конференция прошла на базе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Российское военно-историческое общество Московской области имеет опыт реализации крупных масштабов патриотических проектов федерального и международного уровня. Многие из них стали визитными карточками региона всего Примонского федерального округа. И, конечно, они в первую очередь направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы реализуем проект «Надежда нации» на территории всех муниципальных районов и городских округов Самарской области. Для учащихся в общеобразовательной школе проводятся зимние и летние серии военно-спортивной «Грызорница». Еще один проект «Встрою победителей» по увековечиванию имен участников легендарного парада 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве числа жителей нашего региона. В 2022 году исполнилось 115 лет со дня учреждения военно-исторического общества и 10 лет со дня его возрождения уже в современной России. Самарское отделение существует с 2014 года. За это время в регионе провели большую работу, направленную на историческое и патриотическое воспитание граждан. На конференции выступили представители местных отделений общества Сергиевского, Безенчукского муниципальных районов и города Тольятти. Сделано очень много, но сделать потребуется еще больше, потому что патриотизм – это, наверное, такое, чем нужно заниматься каждый день, каждый божий день. Парад памяти и конкурсы рисунков, выставки, фестивали, мастер-классы, молодежные организации, классные часы, всевозможные акции, напоминающие о доблести наших предков и рассказывающие о подвигах героев нашего времени. Патриотическое воспитание может выражаться по-разному. В ходе конференции особо отметили работу Безенчукского местного отделения военно-исторического общества. На территории Безенчукского района проводится очень большая работа по воспитанию молодежи в духе любви к своей родине, вложение к старшему поколению и истории своей страны. Проводится очень большая работа в части поддержки ветеранов. Конференция завершилась церемонией награждения лиц, принимающих активное участие в патриотическом воспитании на территории Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...